Война диктует свои правила Город превращается в огромный производственный конвейер С осени 1941 года в области размещают более 80 заводов Жители Куйбышева обеспечивают бесперебойное производство военной продукции Проявляя при этом массовый героизм и самоотверженность Именно благодаря невероятным усилиям наших земляков Самара сегодня вправе рассчитывать на звание города трудовой доблести Мы расскажем вам о людях, ковавших победу в тылу, превозмогая голод и страдания Всех объединяло одно – абсолютная вера в победу над фашистскими захватчиками Свой вклад в общую победу внесла Клавдия Васильевна Иванчева Она родилась в селе Студенцы Безенчукского района в 1928 году Будучи 13-летней девочкой, помогала родителям в совхозе имени Масленникова В июне 1941 года вместе с мамой собиралась в поля Путь лежал через песчаный овраг, в котором жили волки В середине этой дороги, как раз километр три с половиной пройдешь Был овраг песчаный, он и сейчас есть И там были, жили волки Ну вот мы их вроде это овраг, переходить обязательно надо И боялись Однажды мы с мамой шли Летом также было июнь, жарко было Рядом поле было, это рожь высокая, все уже желтая И идем мы с ней на дороге, прямо сидит волк Я-то не знала, еще мне было лет шесть А мама остановилась, сразу начала молиться, все Но он сытый был, он нас не стал кошить Клавдия Васильевна узнала о начале войны по дороге в совхоз На главной площади толпились люди Прямо видно было за семь километров, что у нас на площади в совхозе, где у нас базар был Чуть там все черное, да чуть такое Ну все ближе, ближе подхожу, смотрю, ба, там машин столько стоит, все И пришла мне тут, война, война началась Плачут все, боже мой, что же делать-то И сразу вот все машины, там у нас трехтонки были, все их звали на тритонную машину с кузовом Вот, и тракторы все взяли Ну и лошадь у нас, конеферма была в совхозе, совхоз богатый Ну вот, и всех мужчин, и трактористов, и шоферов, и всех других Все, все плачут во всех домах, дети остались, куча Вот, и женщины одни остались, и что делать, не знаю В то время никто не знал, что такое война, какие страшные и разрушительные последствия она несет Всех мужчин забрали на фронт, а женщины остались с маленькими детьми на руках Надеяться было не на кого Клавдии Васильевне на тот момент исполнилось 13 лет Ей пришлось заменить младшим сестрам отца В то страшное для страны время фронт кормили руками детей Которые навсегда попрощались с детством в 41-м году Овощи всякие выращивали для совхоза, для себя, ну и для фронта Все мы стали туда отсылать, и зерно там, все Зерносовхоз назывался, поля у нас были хлебные Прямо за домом уже поле начиналось такое, все желтое Когда поспевала и рожь, и пшеница Работать в совхозе было действительно непросто Детям пришлось выполнять тяжелую мужскую работу Забывали дрова сами И я вот ногу себе врубила Вот здесь у меня осталось на всю жизнь след Как топором ударила по палке А он отскочил, да и прямо мне в ногу Ну чушь глупые еще были Ну вот, и наш совхоз очень много помогал фронту и зерном И коней всех забрали тоже вместе с этими, с тракторами Вот, и все туда слали овощи Выращивали арбузы Жители совхоза получали хлеб по 100 грамм ежедневно Но люди радовались и этому Рано утром приходили в магазин Занимали огромную очередь Ждали, когда начнут раздавать продукты Выживали за счет собственных огородов и небольшого хозяйства Немного молока, немного хлеба Вот и весь рацион питания в тылу Сезонно поспевала капуста, огурцы У кого не было огородов, погибали от голода Все мы, дети, начали работать на совхоз Надо же, и в школе учились У нас там школа была 10-летка Вот мы, я в 6 класс пришла Все время помогали совхозу, как что надо Осенью мы ездили Надо было убирать После, когда покосят хлеба-то Там вот стерената остается, надо ее как-то убирать Ее выжигали раньше Вот мы там везде жгли и следили, чтобы пожара не было Вот таким образом работали А весной, когда сеяли все эти овощи Женщины там посадят, а мы уже и пололи все время там И все Рано, чем себе отстаем, идем туда Раса холодная, у меня рука заболела Но потом оно как-то вот через несколько лет зажило Вопреки существующим религиозным запретам Семья Иванчевых была глубоко верующей Вместе с детьми мать Клавдии Васильевны молилась за супруга Который отчаянно сражался с фашистами Все говорили, победа уже близко Нужно только верить Между прочим, хоть была война А к нам приезжали эти бригады фронтовые Всякие концерты делали Очень Это хорошие концерты Все бежали на них и смотрели И как-то вот все равно была радость какая-то И главное, все всегда говорили Победа будет за нами Хоть мы слушали радио каждый день И плакали, когда скажут Все, после кровопролитных боев Вот наши войска оставили Город такой-то Ой, опять мы в обморке Ой, опять Спаси Господи нашего отца Мы все это молились Мам нас каждый вечер Давайте молись, чтобы отец живой был Да пусть его ранят, чтобы он домой пришел Папа Клавдии Васильевны служил артиллеристом В начале войны он учился стрелять Потом отправился на фронт Его полк дошел до Кенигсберга Там Василий Иванчев закончил войну Домой вернулся с наградами Получил медаль за отвагу И орден Красного Знамени Там радость была, слезы были Папа у нас долго не приезжал До сентября его не отпускали Потом вот он уже приехал Ой, как мы бежали его встречать Уже вечер был Ему это все-таки с километра от конторы до нас было ехать Ну ему дали там повозочку Колясочку с лошадью И он едет А мы тут бежим Кто в одну дорогу, кто быстрее, кто здесь вот Ну встретили его, обрадовались Радость, сколько народ пробежало Ну все, конечно, плакали, у кого не пришли А у нас вот в часе, так сказать, привалило И мы были очень рады И вот рады и благодарим Бог, что он вот сохранил нам папу Который так помог нам и на фронте за нас, как он бился Сейчас Клавдия Васильевна живет вместе с сыном-инвалидом Несмотря на свой почтенный возраст, она ухаживает за больным ребенком Этому ее научила война Все время сама все делаю До сто лет я еще ухаживаю за сыном Вот он больной уходить не может И так что я очень много трудилась Мне Бог какие-то таланты такие давал, что я могла очень хорошо шить И как я это делала, я и сама не знаю И на работу ходила, и дети маленькие Но я выдержала И вот Бог за все меня наградил жизнью долгой Так сложилась судьба Клавдии Васильевны Благодаря ее труду и труду других куйбышевских подростков Самара сегодня, как никто другой, вправе рассчитывать на высокое звание города трудовой доблести Для Клавдии Васильевны и для ее сверстников, трудившихся в тылу Присвоение столь почетного звания Станет достойной наградой в год 75-летнего юбилея Победы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин